Витаю! Всем привет! Сегодня я решила показать вам очень интересное место в Киеве. Стадион Динамо имени Лобановского. Петровская аллея, это недалеко от Европейской площади. И мы идем к удивительному сказочному дворцу в Крещатом парке. Это Киевский театр кукол. Построен кукольный театр, а точнее сказать реконструирован из... Кстати, здание это построено в 1937 году студентами. Здесь был тогда Пионерский парк. И кинотеатр назывался Пионер. Затем в 1960 году здесь открыли стереокинотеатр Днепр. Именно сюда школьниками мы бегали посмотреть стереокино с интересным 3d эффектом. Выдавали нам специальные очки перед сеансом. После сеанса тетечка собирала очки. В 80-х годах это было чудо чудное. Но стереокинотеатр Днепр не выдержал конкуренции с новым массовым внедрением в обычных кинотеатрах 3d фильмов. Здание простаивало и в 2006 году здесь открылся кукольный театр. Теперь это настоящий сказочный дворец. Здесь акустика и оснащение лучшее в Европе. Вот такой вот со шпилями, башенками. В сказочном стиле оформлена и территория вокруг театра. В кукольном театре, кстати, есть музей кукол. Территория оформлена забавными клумбами, фонтанами. Вот такой вот сказочный, романтический кукольный театр. Бывшее здание стереокинотеатра узнать сложно. Осталась только мозаика, павлин. Все остальное изменили и реконструировали. Ребенок идет в такой театр не просто на спектакль, а он идет во дворец на бал к Золушке. Ребенок идет в такой театр. Мальвина. Ну да. Слезай оттуда, я тебе говорю! Или дай мне ключик. Ключик? Да. Ах, ключик! Одну секундочку, сеньор Каравас. Он где-то затерялся. Такая жалость. Что? Горрюки! Ах! Горрюки! 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 Продолжение следует... А вот здесь можно рассмотреть, что было и что стало. Совершенно неузнаваемое здание, если бы не мозаика павлин, которая слегка просматривается на здании. Итак, в центре города получился отличный тихий, спокойный и красивый уголок для отдыха с оттенком ностальгии для тех, кто помнит, вернее, кто знает и помнит, что здесь когда-то был кинотеатр стереокино. А детям получился такой отличный кукольный театр. Да, кстати, в этом кинотеатре спектакли есть и для взрослых. Не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал. Музей воды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!